Какова цена человеческой жизни? Для нормальных людей она бесценна, а для преступника? Где та граница, перешагнув которую человек превращается в зверя и готов ради корысти лишить жизни ни в чем не повинных людей? Наш рассказ о настоящих уголовных делах, сотрудниках угрозыска и прокуратуры, настоящих сыщиках-детективах, которые ведут незримый бой с преступным миром. Военный городок, огороженный забором. Недалеко от КПП стоит молодая женщина и нервно теребит свой шарф. К ней подъезжает автомобиль. Женщина вздыхается влегчением, садится в него. Машина дает по газам. На дороге за автомобилем остаются малозаметные капли крови. Утро 31 декабря 1993 года. Город Хабаровск. Главное управление внутренних дел по Хабаровскому краю. В здание, пошатываясь, входит женщина лет 60. И неожиданно падает возле окошка дежурного. Сотрудники милиции приводят ее в чувство. Конечно, она пришла в таком поддавленном состоянии. Было впечатление, что она не выглядит даже на свой возраст, тот, который был у нее. Панфилов Владимир Владимирович. Экс-начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД России. В 90-е годы работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска в городе Хабаровске. У нее скакнуло давление, она совсем побледнела. И мы были вынуждены прервать наши диалоги. Пригласили врача, который был у нас. Врач привел ее в чувство. Зоя Николаевна Попова приехала несколько дней назад из Краснодара, чтобы отметить Новый год с семьей дочери. Но вместо радостной встречи ее ждал страшный удар. Она узнала, что ее Ольга бесследно исчезла. И главную женщину никто не ищет. Чтобы разобраться в ситуации, начальник главка отправляет оперуполку. Принято решение начать, как говорится, проверку с самого начала. Пропавшая Сенцова Ольга Львовна, 35 лет. Город рождения – Краснодар. Проживает в Хабаровском крае, в военном городке. Замужем, детей нет. Работает учительницей в начальной школе. Но куда могла исчезнуть Ольга? Ведь она знала, что к ней в гости едет мать. Возможно ли, что ее исчезновение связано с работой мужа? Он военный, занимает высокую должность и является носителем ценной секретной информации. Или с женщиной произошел несчастный случай? Пока у сыщиков только вопросы. И ни одного ответа. Из материалов уголовного дела. С заявлением о пропаже Сенцовой ОЛ спустя трое суток обратился супруг Сенцов Вадим Геннадьевич. С его слов была составлена разыскная ориентировка. Он предоставил фотографию супруги. Владимир Панфилов выясняет, в каком состоянии находится расследование. И какие шаги уже были предприняты местной милиции. Оперативники обзвонили больницы и морги. Неопознанных трупов за этот период после ее исчезновения обнаружено не было. Не, как говорится, в районе ответственности железнодорожной милиции, значит, и в том районе, где она проживала. При расследовании дела о пропаже обзвон больницы и моргов обязательный шаг. Возможно, человек находится в бессознательном состоянии, либо умер. Причем обзванивают их несколько раз с периодичностью в один-два дня. Потому что есть шанс, что человека обнаружили и доставили туда не сразу. Кроме того, была подключена милиция на транспорте и разосланы ориентировки по всему Хабаровскому краю. Фотографии разысканного лица размещаются на стенде. Никифоров Геннадий Эдуардович. В 90-е годы работал в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте. Стенд пускай и называется, их разыскивает милиция, в то время их разыскивает полиция. Но внизу пишется пояснение, что вот этот человек разыскивает за совершение какого-то преступления, а вот этот человек ушел из дома и не вернулся. В тот же день, 31 декабря, оперуполномоченный Панфилов отправляется в квартиру, где проживают Сенцовы, и где остановилась мать пропавшей, Зоя Николаевна. Там глава семьи повторно рассказывает Панфилову о том, что сыщик уже прочел в деле. Около восьми утра 22 декабря офицер подходил к дому. Возвращался с продолжительных учений и увидел жену. Он узнал ее по силуэту и одежде. Молодая женщина была в синих джинсах и сером пуховике. Она спешила, почти бежала к КПП. Военный городок – это особый мир. Территория, отделенная основной частью страны, отделенная градой, постами, КПП. Лиманов Антон Александрович – военный историк, публицист, автор книг и статей о вооруженных силах России в период перестройки. Пропажа любого жителя военного городка – это ЧПП. СССР перестал существовать в 1991 году. Тогда советские войска насчитывали около 4 миллионов человек. В мае 1992 года численность личного состава армии оценивалась уже менее чем в 3 миллиона военнослужащих. Жизнь в военных частях стала меняться. Финансирование резко сократилось. В некоторых гарнизонах офицеры месяцами не получали денежное удовольствие. Военнослужащие массово увольнялись. Тем не менее, люди в военных городках, несмотря на все сложности, продолжали жить дружно. Итак, по словам Вадима Сенцова, он видел жену в день ее исчезновения. Она спешила на электричку, на сессию в институт. Сенцов не стал ее окликать и решил, что вечером встретятся. Он поехал в областной центр, никаких следов он не нашел. И тогда ему пришла мысль о том, что, возможно, она осталась ночевать с своей подруги. Со слов Сенцова стало известно, что на следующий день после исчезновения жены он обзвонил нескольких ее подруг. Никто Ольгу не видел. Номера телефонов мужчина нашел в записной книжке супруги. Панфилов просит показать ему личные вещи женщины. Изучаются документы, в том числе и записные книжки пропавшего человека. Ну и в том числе и предметом такого исследования являются и фотоальбомы. Панфилов отмечает, на фотографиях пара выглядит счастливой. Оба хорошо одеты. На Ольге украшения из золота с янтарем и жемчугом. Видимо, муж ее балует. Сыщик осматривается. Комната в квартире тоже оформлена со вкусом. И тут внимание оперативника привлекает необычная деталь. На одной стене в гостиной обои ярче, чем на остальных. Панфилов понимает, там долгое время висел ковер, которого теперь нет. Сенцов подтверждает, они с женой собираются делать ремонт, начали избавляться от хлама. Но откуда у офицеров сложное время, деньги на украшения для жены и тем более на ремонт в квартире? Ну, в 90-е годы вообще было не принято выкидывать полезные старые вещи, которые можно было использовать еще раз. А ковры – это был такой предмет, который характеризовал любую семью, то есть ее достаток. Менчуков Дмитрий Алексеевич. Социолог, политолог. Автор публикаций о перестройке. И выкинуть ковер в 90-е годы – это было немыслимо. В советское время и в начале 90-х ковер был практически в каждом доме. Так же, как чехословацкие стенки и хрусталь. Ковры вешали на стены, застилали ими полы. И если в СССР были больше популярны гобелены со сказочными сюжетами или с оленями на фоне леса или гор, то в 90-е их вытеснили персидские, узбекские и армянские шерстяные изделия с традиционными причудливыми орнаментами. Натуральный шерстяной ковер в 1993 году в магазинах стоил больше 150 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата была около 60 тысяч. Изучая дело, Панфилов читал протоколы допроса соседей. И тем не менее он решает расспросить их о Сенцовых лично. В общем, отрицательных каких-то характеристик не было получено. По словам соседей, Сенцовы жили как все – ни лучше, ни хуже. Тогда что могло случиться? Почему средь бела дня под самый Новый год Ольга исчезла? Могла ли женщина сильно поссориться с мужем? А может быть, она влюбилась в другого мужчину и уехала? Возможность того, что она стала случайной жертвой преступников, следователи тоже не исключают. Эпоха 90-х – это, конечно, совершенно непредсказуемое время. У многих людей, так образно говоря, сносило крышу. Дружья бросали семьи, детей, жен. Учителя бросали работу, уходили торговать вещами на рынке. В общем, творилось что-то такое неописуемое. Утром 1 января сыщики отправляются на железнодорожную станцию, откуда Ольга ездила в Хабаровск. Из материалов уголовного дела. Кассир, работавшая в день исчезновения Сенцовой О.Л., узнает на фотографии пропавшую и подтверждает – она часто ездила в Хабаровск. Однако, покупала ли Сенцова О.Л. билет нужного числа, а сказать, затрудняется. На следующий день оперативники садятся в утреннюю электричку. Им нужно найти тех, кто видел Ольгу. В 90-е преступления на железной дороге были частым явлением, и произойти по дороге с молодой женщиной могло все что угодно. Были поездные воры, были так называемые, ну, мошенники, шулера-каталы, которые, ну, порой входили в доверие этому человеку, пытались затеять какую-то карточную игру, а у человека, ну, нету денег. Ах, денег нет у тебя, тогда вот давай все, что у тебя есть, а чтобы ты там лишнее не болтал, где-нибудь его могли выкинуть на ходу с этого поезда. И такое могло быть. Через два дня сыщикам улыбается удача. Одна из пассажирок, пожилая женщина, вспоминает, что видела Сенцова в то самое роковое утро. По ее словам, Ольга сильно спорила с неким мужчиной, и тот выволок ее из электрички. Поскольку та женщина была с двумя детьми, она вмешаться в этот спор не могла, ей чем-то либо помочь. Неужели это действительно была Ольга? Но кто был рядом с ней? Оперативники и милиция на транспорте начинают искать в районе станции Садовое. Именно ее обозначила свидетельница. Прочесывание местности – это осмотр периметра в зоне пропажи человека. Выполняется прочес по заданному маршруту независимо от рельефа, будь то овраги или лесная чаща. Участники группы делят территорию на квадраты и проверяют каждый сантиметр. Если по дороге встречаются колодцы, заброшенные строения заглядывают и туда. Но всегда есть надежда, что живой человек. Вот как бы ни говорили, как бы не были те вот некие улики косвенные, но надежда есть. На второй день поисков в четырех километрах от станции Садовой в лесополосе находят труп женщины, одетой в джинсы и куртку. Примерно так же, как и пропавшая Ольга. Отсутствие лицевой части, сильное повреждение затрудняло опознание. Неужели Ольгу убили? Но кто это мог сделать и почему? Начинается следственная процедура по установлению личности по неопознанному телу. В 90-е годы для этой цели использовались все методы, кроме анализа ДНК. В ходе осмотра трупа, труп обязательно подвергался дактилоскопированию, после чего получена дактилоскопическая карта проверялась по оперативно-справочным учетам. Если человек состоял на учете, то, соответственно, мы устанавливали его личность. Кроме того, закон обязывал и обязывает сейчас обязательно делать погрудные опознавательные фотоснимки. Для того, чтобы в последующем, в будущем, по фотоснимкам предъявить труп для опознания. Следствие выясняет. Труп, найденный неподалеку от станции Садовой, принадлежит 30-летней Оксане Калязиной, жительнице Хабаровска. Заявление о ее пропаже уже поступило в милицию. Из материалов уголовного дела. Было установлено, что неопознанное тело не принадлежит Ольге Львовне Сенцовой. По словам Сенцова ВГ, куртка на пропавшей серого цвета, на обнаруженном теле светло-коричневого. Также не совпадают особые приметы. У Сенцовой ОЛ не были проколоты уши. Дело о расследовании убийства женщины из электрички передают в территориальный отдел внутренних дел. А оперативники начинают дозваниваться подругам Ольги. Страна после праздников возвращается к обычной жизни. Новый год в 90-е отмечали, собираясь большой компанией родственников или друзей у кого-то на квартире. Стол собирали в складщину. Женщины заранее распределяли, кто что покупает и кто что готовит. На столе обязательно были салат Оливье, селедка под шубой, холодец, ярко-красная колбаса салями и шпроты, запеченные окорочка ножки Буша, спирт Рояль, разноцветные ликеры со вкусом абрикоса, вишни и киви, российское шампанское. Из безалкогольных напитков на стол ставили разведенные водой соки Зуко и Инвайт. В 90-е у нас было три выходных дня официальные. Первое, второе и седьмое число. Под эти числа люди старались либо взять отпуск, либо отгулы, либо накапливая выходные. Старались уехать к родственникам. У кого, где, какие были, старались посетить обязательно. Оперативники разговаривают с подругами Ольги, которые были в отъезде. На первый взгляд они не говорят ничего особенного, но Панфилова кое-что настораживает. Женщина сказала нам, что в той одежде, в которой она описана в инвестирухе, она выносила только мусорные ведра. На что могло произойти? Что заставило Ольгу в этот раз поехать на экзамен в Хабаровск в простых джинсах? Я работала с людьми, которые в закрытых военных городках общались. Да, там действительно определенная социальная культура. Покусаева Олеся Владимировна – семейный и судебный эксперт-психолог. Составляет психологические портреты преступников и жертв. Работает с методиками профайлинга. Женщина действительно должна была выходить в приличном виде, в их понимании. Это часто какие-то уложенные волосы, макияж, да, и, соответственно, одежда тоже соответствовать должна была их статусу, тем более, если она ехала в другой город. Неужели Ольга ехала не на экзамен? Или ее муж Вадим Сенцов ошибся, и в то утро он спутал жену с кем-то другим? И дал милиции неверное описание внешнего вида супруги? Панфилов решает еще раз поговорить с мужчиной. Мужчина как бы очередной раз подтвердил одежду, в которой она была. Если говорить про женщин, очень часто они меняют свой жизненный сценарий через внешность. Абгаров Алан Вильямович, психиатр-нарколог, специализируется на лечении невротических расстройств и зависимостей. В работе используют методы транзактного анализа и проективной гипнотерапии. Если человек попадает в свой внутренний тупик, это называется по-научному, и он не получает удовольствия от жизни, ему нужно менять свою концепцию, да. Возможно, изменение своего жизненного сценария, да, это часто бывает. У людей, где начало идет, сначала изменение формы, потом содержание, а потом уже начинает, ну, начинает это влиять уже на суть его поступков. Версия, что Ольга решила сама бросить мужа и уехать, становится основной. Оперативники рассылают разыскные ориентировки не только по Хабаровскому краю, но и по России. Фотографии Ольги висят в милицейских участках, на вокзалах и автобусных остановках по всей стране. Однако Панфилову не дает покоя одна маленькая деталь. В разговоре подруга Ольги также обмолвилась, что женщина сильно ревновала мужа, а значит, любила, и вряд ли смотрела на других. Панфилов решает подробнее опросить свидетельницу и задает важный вопрос. Был ли у Ольги повод для ревности? Внезапно всплыла информация о том, что, ну, она сказала дословно о том, что, да, у него есть любовница. По словам свидетельницы, в последнее время Сенцов периодически возвращался с учений позже других сослуживцев. И Ольга места себе не находила. А что, если и в этот раз офицер где-то задержался? Панфилов делает запрос в командование воинской части и получает ответ, что военные вернулись с учений утром 21 декабря. А Сенцов заявил, что видел жену, когда вернулся 22-го. Из материалов уголовного дела выяснилось, что в день исчезновения Сенцовой ОЛ ее супруг, Сенцов ВГ, вернулся с учений на сутки позже сослуживцев. Где же мужчина был все это время? В военных городке все очень быстро распространяется. Если вернулись мужчины с учений, известно, кто вернулся, а кто не вернулся. Их там не такое огромное количество, все друг с другом знакомы. Неужели у Сенцова действительно есть любовница? Кто же она? Сослуживица из военного городка? Это вряд ли. В таком случае об этой связи знали бы все. От жона офицеров ничего не скроешь. Значит, эта женщина из гражданских и живет в другом месте. Но как ее найти? Сощики принимают решение обратиться за помощью к особистам, особому отделу воинской части. Военные городки были неподконтрольны МВД. Там был особый мир. Надо было обращаться в военную прокуратуру. Дело в том, что наш советский офицер должен был быть образцовым. Все дела тщательно расследовались. Все это тщательным образом проверялось. При этом все это проходило внутрислужебную проверку. То есть проверяли же свои. Свой же собственный начальник. Ну, а там ничего как бы не пропадет. И ничего не пролетит мимо них-то. Ну и, соответственно, эта женщина была установлена. Спустя несколько дней Панфилов получает список адресов, куда ездил офицер. Среди них квартира некой Людмилы Жилиной. Она живет рядом с военным городком. Работает там же, в Чебуречной. Чебуречные стали популярны еще в Советском Союзе. Тогда на один рубль можно было купить шесть чебуреков. В 90-е их появилось еще больше. Это был сытный и достаточно дешевый перекус. Чебуреки в 90-е годы стоили, в общем, не так дорого. Чебуречная, чуть дороже, чем буханка хлеба. Ну, это, в принципе, было логично, потому что там присутствовало мясо. Вот мяса там было немного. Вот, в основном лук. Вот, но все равно это было вкусно. Ну, и в качестве бонуса все это выдавалось с кусочком туалетной бумаги вместо салфетки. Продолжая заниматься мероприятиями в отношении любовницы, я посетил Чебуречную, где она работала, и увидел на ней клон, который походил на тот, который был пропавшей нашей Ольге. Мы попросили еще раз ее маму посмотреть все фотографии в альбоме. Сыщики убеждаются, на одной из фотографий Ольги такая же цепочка и подвеска из янтаря. Откуда это украшение у Людмилы? Это та же цепочка, что носила Ольга? Или офицер подарил жене и любовнице одинаковые украшения? А может, это совпадение? И Людмила купила себе подвеску сама? Чтобы это выяснить, нужно было узнать больше об отношениях буфетчицы и офицера. Аккуратно был опрошен круг знакомых этой Людмилы, любовницы. Ей было установлено, что она действительно познакомилась с каким-то офицером и грезила за мужеством, требовала, чтобы он развелся. Не собирался ли Сенцов разводиться с супругой и жениться на Людмиле? Расследование вдруг поворачивается совсем в другую сторону. Возможно ли, что Ольгу убили на почве ревности? Естественно, любой развод – это удар по карьере. Естественно, офицер, тем более, если он уже майор, подполковник, он просто не хотел разводиться. Почему? Потому что дальше, выше, естественно, ему был путь закрыт. Ну, в те годы развод еще не очень все-таки одобрялся. И действительно, опять же, вот этот... Это говорит с точки зрения военного человека, что он нестабилен. С распадом Советского Союза преступность в стране резко выросла. Вкус вседозволенности почувствовали многие. Именно тогда в массовый обиход вошла фраза – нет человека – нет проблемы. По статистике, начиная с 1980-х, мужчины стали убивать жен и любовниц в 4,5 раза чаще. Но и женщины не отставали. Они заказывали соперниц киллером и нередко сами решались на убийство. Ну, в практике были случаи, когда женщины делили одного мужчину и в порыве страстной разборки друг с другом одна убила другую, вонзив ей ножницы в сонную артерию. Итак, оперативники устанавливают наблюдение за любовницей Вадима Сенцова. Подозреваемый номер один. Жилина Людмила Кирилловна, 36 лет. Место рождения – город Бикин Хабаровского края. Образование среднее. Работает буфетчица и печет пирожки для продажи на рынке. Не замужем. Панфилову нужно выяснить, пыталась ли Людмила выйти на связь с Ольгой. Он расспрашивает военных на КПП. Из материалов уголовного дела. Дежурные на контрольно-пропускном пункте показали, что в последнее время Жилина ЛК несколько раз получала временный пропуск для входа на территорию военного городка. Заявку на оформление пропуска и ее паспортные данные на проходную подавал Сенцов ВГ. То, что Людмила – любовница Сенцова, больше не вызывает сомнений. Но могла ли она иметь отношение к исчезновению Ольги? И если да, неужели она была настолько глупа, чтобы взять себе ее украшение? На что она рассчитывала? Но чтобы сделать окончательные выводы, Панфилову нужно исключить все возможные совпадения. Проверили ювелирные магазины на предмет продажи неких таких подобных изделий. Ну и получили официальный ответ о том, что нечто подобное не продавалось в ювелирных магазинах этого региона. Соответственно, напрашивался вывод, что эта вещь была приобретена где-то в другом месте, ну или, возможно, привезена там из командировки супругом. Панфилов еще раз просит мать пропавшей осмотреть личные вещи Ольги. В шкатулке с украшениями он не находит янтарную подвеску. Но вот же она, на женщине, на фотографиях семейного праздника. И кадры свежие, сделанные на пленочный фотоаппарат мыльницу. Куда же подевалась подвеска Ольги? Ее мать Зоя Николаевна уверяет, дочь не могла передарить украшения. Она любила мужа и берегла все его подарки. Кроме того, женщина жалуется на поведение зятя. Он постоянно где-то пропадает и намекает, что теща пора уезжать. Видно, что его совсем не тревожит. Где супруга? То есть, в его поведении отсутствовал фактор ее ожидания. Тем временем, в деле появляется еще один свидетель. Соседка Сенцовых из дома напротив, 10 дней была с мужем в отпуске. Она возвращается и, узнав, что Ольга еще не нашлась, кое-что сообщает. Вспомнила, что видела на балконе плед, некий плед. Но я так, она это почти дословно говорит, но я знаю, что он такой по себе человек, что он даже ложки не мыл, там, тарелки, а тут постиранный плед. Там криминалистика называется, ищите, как бы, то, что должно быть. Вот это был сигнал о том, что все-таки мы имеем дело не с исчезновением человека, а речь идет о криминале. Подозреваемый номер 2. Сенцов Вадим Геннадьевич, 37 лет, военнослужащий, майор, место рождения Нижний Тагил, место службы Хабаровский край. Оперуполномоченные направляют обращение в военную прокуратуру и получают разрешение на задержание и допрос Сенцова в стенах РОВД. Но не успевают они отправиться на задержание подозреваемого, как получают еще одну, и уже не косвенную, а прямую улику. Из материалов уголовного дела. Попова З.Н., мать пропавшей Сенцовой О.Л., предоставила следствию подвеску из янтаря и порванную золотую цепочку дочери. По словам Поповой, она нашла их между подлокотником и подушкой дивана. Цепочка и подвеска были точно такими же, как у Людмилы Жилиной. Похоже, офицер не утруждался и мог привезти обеим женщинам из командировки одинаковые подарки. И, конечно, когда она ее продемонстрировала, ну, была некая отрывь с точки зрения «Почему же не нашли-то? Осматривали же вот. Но осматривали, опять же, осмотр-ассмотр розен, да, одно дело, когда эксперт-криминалист осматривает щели, кровь, следы, отпечатки пальцев и так далее. Другое дело, когда, ну, опера приехали, значит, посмотрели, беспорядка нет, тут это так, это так, под диван никто не заглядывал. Пропавшая цепочка и кулон, найденные матерью Ольги под диваном, покрывало, которое офицер сушил на следующий день после исчезновения супруги, снятый со стены ковер. Может быть, именно гостиная Сенцовых является местом преступления? В тот же день офицера вызывают в отделение. Он не может поверить в то, что теперь он подозреваемый. Ну, конечно, он замкнулся. Замкнулся. Нужно было, нужно было через его вот эту стену, вот это вот безмолвие и отрешенности пробиться с какими-то аргументами. Деталь за деталью. Следователи и оперативники восстанавливают картину произошедшего. Сенцов вернулся с учений на сутки позже. Все это время он находился у любовницы Людмилы Жилиной. Супруга устроила ему скандал. У женщины точно были к нему чувства, если закатила она ему истерику, какой-то скандал, а у него уже другие чувства к другой женщине. Скандал набирал обороты. Жена начала угрожать, что пожалуется начальнику мужа или подаст на развод. И в какой-то момент Сенцов не выдержал. Набросился на Ольгу, стал ее душить. Он не заметил, как на ее шее порвалась цепочка и вместе с подвеской упала за диван. Следователь подмечает, как и психолог, любую мимическую деталь. И когда он заметил вот это вот дрожание, значит, все-таки человеку не все равно. Когда вот картинка всплыла у него еще раз, каменное лицо перестало быть каменным. Это был сигнал, офицер сдался и вот-вот признается в содеянном. Он больше ничего не стал комментировать. Он сказал «Да, но поедем я покажу, где она находится». Далеко ехать не пришлось. Тело Ольги обнаруживают закопанным в подвале пятиэтажки, где живет Людмила Жилина, любовница Сенцова. Оно завернуто в ковер. Тот самый, что сняли со стены в гостиной и якобы выбросили. Оперативник Панфилов невольно засматривается на узоры на ковре. Красные и бело-желтые орнаменты стали темно-бурыми из-за крови. Людмилу сыщики застают на чемоданах. Женщина готовилась уехать из города. Знакомая не выдержала и рассказала, что ей интересовалась милиция. Сенцов тем временем соглашается дать официальные признательные показания. Он задушил жену. В этот момент порвалась цепочка. В момент смерти произошло естественное расслабление мышц. И на ковре образовались следыльники. Не на ковре, а на пледе, который он потом застирал и сушил. Когда Сенцов набросился на жену и начал ее душить, у женщины полопались капилляры и сосуды. Поэтому мужчина поспешил завернуть ее тело в ковер, чтобы дома не осталось следов крови. Также Сенцов подтвердил историю с поездкой жены в институт он придумал, чтобы отвести от себя подозрения. После убийства аккуратно вынес тело на улицу и положил в багажник машины. Вывез через КПП. Досматривать его машину не стали, ведь он постоянный житель городка. На выезде его ждала любовница Людмила Жилина, которой он позвонил и попросил прийти помочь спрятать труп. Теперь следствию предстояло разобраться, убил мужчину жену в состоянии аффекта или это было предумышленное преступление. Человек решил скрыть следы своего преступления и опять же не просто даже скрыть, а еще изобразить, что она пропала, то есть он надеялся, что его не найдут все-таки. Поэтому с психологической точки зрения он действовал достаточно хладнокровно. Офицер Сенцов был осужден военным трибуналом на 15 лет лишения свободы за преднамеренное убийство. Интуиция оперативников не подвела. Ответ был гораздо ближе, чем казалось. Кропотливая работа, незначительные детали, на которые, возможно, другие не обратили бы внимания, привели сыщиков к разгадке этого жуткого преступления. Людмила получила небольшой условный срок. Она оказалась беременна. А также Сенцов до последнего пытался ее выгородить. Хотя бы здесь он повел себя как мужчина. Продолжение следует...